Привет, дорогие друзья, товарищи! Мы сегодня на улице у турника. Меня зовут Слой Серебряная Пуля. И этот урок посвящается всем тем, кто только начинает тренироваться на турнике. Для самых-самых новичков, кто даже подтягивается с трудом, а может быть вообще не подтягивается, сегодня мы все разберем. Для начала вы можете спросить, что же это у меня на руках. Это эластичные бинты, еще лежит снег, и поэтому я наматываю, когда холодно. То есть так более-менее мышцы себя чувствуют, нагреются. Такое же происходит в холодных помещениях, так что иногда советую. Итак, с чего стоит вообще начать все тренировки, если вы вообще ни разу не подтягиваетесь? Все начинается с висов, с правильного положения рук. Хорошая техника висов – залог вашего здоровья. Как должны располагаться плечи в висе? Когда вы будете висеть на турнике, выдавайтесь в плечах вверх. Провисать в плечах категорически не рекомендуется. Зачем это нужно? Для того, чтобы вы висели на мышцах окружающих сустав, а не повреждали саму капсулу сустава, то есть не нагружали свои связки, именно связки сустава. То есть смотрите, правильное положение. Неправильное. Правильное. То есть получается, что при любом каком-то рывке ваши мышцы примут на себя всю нагрузку. Если вы их не напряжете, не исключено, что вы можете повредить сустав. Что делать с руками? Мы не просто поставили руки и висим на них. Мы с силой сжимаем гриф. Зачем это нужно? Мышцы тесно связаны друг с другом. Попробуйте расслабить заберение и напрячь вашу бицуху со всей силы. То есть у вас напряжение будет локализовано вот в этой части. А теперь попробуйте сжать сильно пальцы и вы ощутите, как напряжение растянулось по всей руке и перешло на широчайшую мышцу и на грудные мышцы. То есть хороший хват включает больше мышц во время упражнения. Сначала взялись, плотно обхватили пальцами, отпускаем ноги, напрягаем плечи, не провисаем, висим. То есть вот оно положение. Только вы научились висеть, можете сразу же тренировать вис на одной руке. Абсолютно все то же самое. Сильно схватились пальцами, выдвинулись вверх к плече и отпускаем ноги плавно. Вот так провисать не нужно. Оставайтесь висеть вот в таком положении. Да, плечо будет напрягаться, но потом привыкните. Советую при тренировках висов, силовых вещей, подтягиваний использовать не обезьяний хват, когда всем 5 пальцев сверху, а вот такой. Прижимая гриф к ладони большим пальцем, вы улучшаете силу сцепления. Так легче делать и так безопаснее, потому что рука просто не соскользнет. Далее подтягивания. При подтягиваниях у вас должно быть ощущение, как будто бы вы пытаетесь согнуть турник. Не нужно стремиться плечами вверх. Вы таким образом просто лишний раз напрягаете плечи, и они у вас будут забиваться и в конце концов болеть. То есть не нужно этого делать, просто притягивайте турник к себе, как будто бы вы хотите подогнуть его к земле. Не нужно делать никаких рывков. Пусть будет мало раз получаться, пусть у вас там 1-2, но пусть они будут медленные. Пробуйте таким хватом, пробуйте таким хватом. Что же делать, если у вас вообще не получается? То есть если вы стопоритесь где-то посередине, и все. Во-первых, старайтесь висеть. Вот вы подтянулись вот до этого уровня, и висите, и пытайтесь как можно сильнее себя подтянуть вверх. Не спрыгивайте сразу, и жмите по полной, до самого конца. Момент номер два. Пытайтесь опускаться сверху. Для этого вам понадобится табуретка, или вам нужно найти маленький турничок, то есть чтобы вы уже сразу могли повиснуть вот в таком положении. Предположим, что, ну не знаю, там вы подпрыгнули, там встали с табуретки, да, на маленьком турнике. Сразу вышли в такое положение. Так висеть не так уж сложно. Пробуйте опускаться вниз. Предположим, что здесь у вас кончатся силы, и вы спрыгнете. Не сдавайтесь, просто продолжайте тренировать. В один прекрасный момент две ваши половинки, поднимание и опускание встретятся, и вы сделаете плавненько четкое опускание, и плавненько четкое поднимание. Также советую эти вещи делать с утяжелителями. Купите себе утяжелители по 2 килограмма. Вам будет еще труднее, у вас будет вообще ничего не получаться, но зато через недельку тренировок вы снимете утяжелители, и скорее всего у вас все получится. Подбородок должен быть выше перекладины. Сделали, зафиксировали, медленно опускаемся вниз. Как только вы будете делать нормально, около 5-6 подтягиваний, можете уже разнообразить. Вот у меня, например, есть лямочка. Советую разноуровневые подтягивания. Вы можете повесить полотенце, не знаю, что-нибудь. Можно вообще держаться за стойку и делать вот так. То есть, таким образом вы создаете себе дополнительную нагрузку и прокачиваете разные руки по отдельности. Далее, пытайтесь подтянуться широким хватом и переносить свой вес от одной руки до другой. Это так называемая печатная машинка. То есть, здесь у вас подбородок должен быть всегда над турником. Не заборачивайтесь на количестве. Пусть вы сдвинетесь вот так и вас скинет. Ничего страшного. Просто делайте попытки. В следующий раз у вас будет еще дальше. Еще дальше и в конце концов вы все-таки передвинетесь. Не парьтесь на количестве. Еще раз повторяю. Пусть там, не знаю, ребята во дворе спорят, сколько раз они сделали 20-25 своих рывковых подтягиваний. Если вы хотите прокачать качество, прокачивайте качество. Пара слов о висах на выкрученных плечах. Во-первых, советую тренировать следующую штуку. Просовываем ноги. Опускаемся полностью. Провисаем в плечах. Затем собираем вкладку и вытягиваемся обратно. Далее. Как подойти к тому, чтобы висеть на закрученном плече? Беретесь. Предположим, вы взялись правой рукой. Против часовой стрелки разворачиваемся, стоя на ногах. На 360 градусов смотрим в ту же сторону. Пытаемся напрячь плечо и как бы двигаться им в сторону земли. И пробовать отпустить ноги. И чуть-чуть повисеть. Потом это же самое вы пробуете сделать с виса. Силой закрутить плечо. На моем же канале есть маленькое видео, как тренировать плечевой сустав. Закручиваясь на плече, поднимаясь зад как можно выше. То есть сначала учитесь просто висеть на закрученном плече. Потом пытаетесь подтянуть свой зад к турнику. И так идем далее. Вис на подтянутой руке. Многим им кажется сложным. На самом деле его даже девочки могут делать, которые подтягиваются один раз с трудом. В чем там суть? Просто нужно подтянуться очень высоко. То есть ваша рука должна располагаться не вот здесь. Она должна располагаться вот тут. Если вы тренируетесь на полотнах, вы просто можете взять, замотать руки. Сразу же подтянуть их вот сюда. Напрячься, прижать руки к груди. Вот на таком уровне. И попробовать отпустить ноги. Прижал. То есть эти висы легче всего делать, когда ваша рука развернута ладонью к вам. Висеть на одной руке, развернутой ладонью от вас, довольно сложно. И это достаточно хороший уровень. Если получится, вперед. Но учиться легче всего вот так. Если вы тренируетесь на полотнах, пробуйте. Потянулись. Перенесли вес на одну руку. Вторую руку отводите. Подвели руку обратно. Отводите другую. Дальше. Учите два легких выхода. Первое. Это подъем переворотом. Второе. Это капитанский выход. Не забывайте, что нужно сгибать руки, чтобы подтянуть свое тело. И избегайте ошибки, которую делают почти все начинающие. Не смотрите на гриф. Это вам не поможет. У вас из-за этого будет кривое тело. То есть вот как вы только перекинули ноги, распрямляйте тело и начинайте тащить руками. Только в самом начале я смотрю на гриф, а дальше я смотрю перед собой. Капитанский выход. Та же самая тема. Выгнулись. Жмем руками. Смотрим перед собой. Вот туда смотреть не надо. Там ничего интересного. Дальше учите до автоматизма. Переднюю закладку или передний флажок эсквадра. И задний флажок невелада. Про невеладу у меня есть урок. Ищите его на канале. Также смотрите канал Михаила Боратова, школа турника. У него тоже есть обучалка. Про эсквадру я думаю, я сделаю чуть попозже. Про различные вариации. Выглядит эта штука так. Ну и невелада. Еще одна вещь, которой стоит научиться, это офицерский выход. Для того, чтобы его пробовать, вам нужно пойти на какую-то детскую площадку, где есть маленькие брусья или маленький турничок. Вот они брусья, на них сейчас будем пробовать. Далее мы делаем следующее. Просто пробуем взяться во флажок и слегка отпустить ноги. Повисеть так. Попробовать снять флажок и поставить его снова. Все это делается на небольшой высоте, чтобы легче привыкнуть. Далее мы столкнемся со следующей проблемой. Это проблема вытащить себя в сет. Опять же, это все тренируется на брусьях. Пробуйте отжиматься на брусьях медленно и из полного провиса. То есть, понятное дело, что когда вы поставите второй флажок, вам придется сесть из полного провиса. Обычно, когда люди начинают себя тащить вверх, у них не проходит задница. Здесь есть тоже свой секрет. Когда вы толкаете себя вверх, расслабляете ноги, потому что если вы будете напрягать их, они у вас будут выпрямляться и уходить. То есть, получается, что вы будете как бы в форме полумесяца. Из-за этого задница будет застревать. А когда вы расслабите ноги, вы нормально себя втащите. Ну и потом, если все это соединить, это будет выглядеть следующим образом. Вы подтягиваетесь, выводите руку, разворачиваетесь, садитесь на грифт. На минутку мы перенеслись в место с более высоким турником, потому что сейчас мы будем пробовать подъем ног к турнику. Если у вас не будет сразу же получаса поднять ноги к самому грифу, пробуйте поднять на то максимальное положение, которое получается, и просто удерживать ноги там. Если вы чувствуете в себе силы, сразу же начинайте подъем ног. Есть такие люди, у которых очень хорошая складка, и подъем ног идет просто замечательно. То есть, получается, что зад висит внизу, а ноги вы уже поднимаете и касаетесь носочками грифа. В этом случае пробуйте не просто поднимать ноги вот к этому месту, а вот сюда. Суть в том, чтобы поднять ваш зад. То есть, включить не только пресс, а еще и трицепс руки и грудные мышцы. Если у вас будет нормально получаться, пробуйте это делать, держать второй рукой за какое-нибудь там полотенце или за лямочку. То есть, в идеале стремитесь к поднятию ног на одной руке. Подъем ног на одной руке. Если будете пробовать, пробуйте только в разогретом состоянии, но не при той холодрыге, которая сейчас на улице. Есть еще такая интересная фишка, как медленное подтягивание и медленное опускание. Да, негативное подтягивание. Можно даже зарубаться с друзьями, кто медленнее подтянется. Что-то типа того. Такую же штуку пробуйте делать назад. Даже когда вы выучили только базовые элементы, фантазируйте, пробуйте совмещать их друг с другом. Например, повисели в эсквадре, вышли в упор во флажок. Повисели в невеладе, вышли в упор во флажок. Там, висите в эсквадре, опустились вниз, развернулись, провернули плечо. Если вам, например, трудно опускаться со сквадры, вообще висеть в эсквадре, опять же, используйте какую-нибудь веревочку, какое-нибудь полотенце. Главное, не цепляйтесь за турник второй рукой. Ну, или, например, повисели в закладке, сделали подъем переворотом. Чем больше таких маленьких комбинаций вы делаете, тем лучше будет чувствовать себя ваше тело, тем больше мышц будут готовы к дальнейшей, более сложной работе. А. Го-Кон! А. Го-Кон! Ты за все бьет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok